Чуткий Эренбург уже осенью 1953-го пишет повесть про начало конца заморозков. Название даст имя наступающей эпохе. Оттепель. И как потом оптимисты не думали, это весна. История подтвердит правоту старого русского писателя Эренбурга. А это оттепель. Как говорится в русской пословице, и в хорошем стадии заводится паршивая овца. Такую паршивую овцу мы имеем в нашем социалистическом обществе в лице Пастернака, который выступил со своим клеветническим, так называемым произведением. Уже через 4 года скандал вокруг романа Бориса Пастернака «Доктор Живаго» и присуждение автору Нобелевской премии укажет. Сомневаться в правоте революции и гражданской войны недопустимо. Свинья, она никогда не гадит там, где кушает, никогда не гадит там, где спит. Поэтому, если сравнить Пастернака со Свиньей, то Свинья не сделает того, что он сделал. Он нагадил там, где ел. Даже называя фамилию Сорняковой, власть не использует еврейское происхождение Пастернака в кампании против него. А почему бы этому внутреннему иммигранту не изведать воздуха капиталистического, по которому он так соскучился и о котором он в своем произведении высказался? Сам проклинаемый дома и прославляемый на Западе литератор еще до революции считал себя русским. Так что же сделал я за пакость? Я убийца и злодей, я весь мир заставил плакать над красой земли моей.